Деревянные лошадки, машинки, танки. Ручная работа Ивана Андросова. В школьные годы, рассказывает молодой человек, урок труда любил больше всего. Найти таланту применения получилось в Доме солнца, организации, объединившей молодых инвалидов. Контакт наладили на одну из таких ярмарок. И вот сегодня Иван заведующий столярной мастерской. И работа есть, и отдушина. Мы делаем от всего сердце, чтобы людям подарить радость. И делаем подделки, чтобы детям было приятно взять, чтобы мамам было радостно. И чтобы мы радовались, что кто-то взял нашу продукцию. Умеет автоматизировать продукцию информационную Александр Сидельников, программист по специальности. Впрочем, на этом мужчина не остановился. Работал даже помощником депутата. Но все равно душа тянется к компьютеру. Привлекает творческая составляющая. Здесь нет такого жесткого ограничения, что вот делай так, а делай так не делай. Главное, чтобы программа решала поставленную задачу. Сам придумал, где-то нашел аналоги. К тому же, учитывая мое физическое состояние, такую работу можно выполнять, находясь дома. Подходящая вакансия сегодня нашлась. Впереди собеседование. Повод для радости был и у остальных посетителей ярмарки. 12 крупнейших работодателей города и почти 100 рабочих мест. Варианты есть практически для каждого. Вы нас заинтересовали, и вашу кандидатуру мы ставим в резерв. Это и диспетчеры, и операторы, инженеры, врачи, учителя. Общая статистика всех проходящих ярмарок в году – где-то 40-45%. Такие ярмарки, которые посвящены, летние ярмарки, как была у нас планета детства. Мы проводили анализ, там идет 75%. Каждое предприятие, штат которого больше 35 человек, кватирует для людей с инвалидностью несколько рабочих мест. А городской центр занятости помогает найти кандидатов. В течение года из 142 незанятых инвалидов больше половины трудоустроены. В том числе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые создали специально оборудованные рабочие места. Так, на субсидию от центра занятости в 100 тысяч рублей дом солнца обзавелся полиграфическим оборудованием. И прошедшие профессиональное обучение брошюровщики теперь в печатных изданиях делятся секретами столярного мастерства Ивана и всех его коллег-рукодельников. Ильдар Саудабаев, Михаил Волобуев, Севастопольское телевидение.